Это видео я хочу посвятить свидетелю Николаю Чудотворцу, праздник которого мы отметили 22 мая, день перенесения мощей из его города родного мира в Барри, в Италию, спасая, так сказать, от возможного углубления и уничтожения Магометанами. Я хочу отметить, что прошлый зимний Николин день, день его памяти 19 декабря 2022 года пришлось на понедельник и летний Никола Чудотворец 22 мая в этом году пришелся на понедельник. Это тоже знаковый момент, то есть у нас два раза мы отмечаем его вот такие великие праздники 19 декабря 22 мая, еще есть 11 августа, это день его Рождества. Значит, ну вот если мы берем два этих праздника, зимний Никола и летний, то они вот выпали на понедельник. Это говорит о том, что с экологией на земле будут проблемы. Понедельник это вода, это атмосфера, это воздух, облака, это пересечение воздушных масс, это движение воздуха как такового. То есть на воде проблемы будут у мира целый год, значит, до следующего мая месяца, до 22-го. С водой нехватка и избыток, то есть колебания жидкости воды в атмосфере. В одних местах сушь, нехватка воды, дефицит, дороговизна воды, в других ее избыток, то есть колебания вот эти. На морях, океанах, водных путях опасная ситуация с экологией, с погодой, с климатом, с опасными столкновениями теми или иными, военными или гражданскими. Это тоже знак такой очень тревожный. Потом с продовольствием, с питанием, с осуществлением вот этой миссии, значит, благотворительность, лечение, медицина, поставка продовольствия, лекарств нуждающимся странам и континентам. Тоже проблема с этим. Торговые пути тоже под угрозой находиться будут, значит, это тоже скажется до следующего, значит, мая месяца. То есть мы входим в эту тенденцию опасную. Значит, погода, природа, экология, вода, на воде, с водой проблема, значит, с пониманием друг друга, взаимоотношения между государствами и странами. Обратите внимание, что Никола Зимний в этом году, 19 декабря, и Никола Летний, перенесение мощей 22 мая уже 24 года, на вторник придутся. То есть на колени идут обстановки. То есть война расширяет границы, будет агрессивное проявление все дальше и дальше. И мы с декабря до мая следующего года, уже 24 года, входим в опасный, значит, в опасный ритм, тяжелый очень ритм, который нам предстоит. Значит, это тоже плохо. То есть с понедельника переходят Николины дни на следующий день недели. И это очень опасно. Особенно Никола Зимний. То есть он в этом году, во вторник, выпадает. И это тоже чревато ухудшением положения на войне, на фронтах, в мире. Угрозы войны усилятся. Это к декабрю этого года. То есть все идет тенденция к агрессивности, проявлению новой агрессии, новых форм агрессивных проявлений в военной сфере, в политике, в дипломатии. Вот о чем я хотел рассказать. То есть меня это все тревожит. Два понедельника Николины дни, прошлый зимний и этот летний. Этот декабрь, значит, в декабре будет в 23-м году на вторник Никола зимний, день его памяти 19 декабря. Это тоже ничего хорошего нам не сулит, особенно русским людям. Сюда ходит Малая Азия, Турция, вокруг Турции события, Ближний Восток, Северный Кавказ и Южный Кавказ. Вот на колене обстановки к декабрю месяца 24-го года и потом до следующего декабря эта тенденция усилится. Вот о чем я хотел рассказать после уже праздника. Вчера, который был, значит, это видео вы увидите, когда уже выборы состоятся в Турции. Мы знаем, что Николай Чудотворца почитает в Турции, это его родина, там, где он служил, мир ликийский, это город Малайзии, нынешняя территория Турции. Значит, я уверен в победе Эрдогана, как бы мне ни говорили, мне писали в откликах, что зря вы надеетесь. Я все-таки надеюсь. У него, напомню, воскресный год, у его соперника Кемаля, фамилию которого я даже выговорить не смогу, без подсказки. Значит, у него субботний год, так что он проиграет эти выборы, я уверен в этом. То, что поднимется буча и борьба, значит, будет это само собой. Поэтому победа нужна и нужна с хорошим отрывом, минимум 7%, 5-7%, на что все, я думаю, будут рассчитывать. Я уверен, что, значит, Таип Эрдоган договорился уже со своими соперниками, значит, вот с третьим кандидатом, который 5% всего набрал, уже известно, что они договорились. Скорее всего, он ему предложил пост вице-президента и там еще что-нибудь, как обычно это делается. Так что я надеюсь на его победу. Это видео выйдет, когда уже я выйду из, значит, бана, который мне дал Ютуб на неделю и когда уже выборы будут известны. А записываю я его 23 мая, чтобы меня потом не пытались уличить, что и так уже все все знают. Я все-таки остаюсь уверенным, что Эрдоган победит, и нам это выгодно России во всех смыслах. Нам второй фронт не нужен. В Армении, в Азербайджане, в Айран, в Турции, вот этот очаг нам не нужен напряжения со сменой политики, власти и так далее, если это случится. Еще раз поздравляю с прошедшим днем Николая Чудотворца, с перенесением мощей 22 мая. Ну и будем готовиться, молиться, готовиться, чтобы все прошло мирно и хорошо. С Богом ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Спасибо, что вы слушали и до встречи.